очень хороший возраст для мужчины акме так называлась в древней греции расцветы вершина творческой самореализации но тогда это было 40 сейчас когда фазы жизни удлиняются то вызов бросает 60 не все способны развиваться в этом возрасте но те кто способен достигают поразительных результатов у нас как раз такой случай причем во внутреннем балансе уверенное строительство молодого государства понимание динамики и пропорций мировой цивилизации с расчетом на долгий марш азербайджана приверженность мужской дружбе и человеческий масштаб деликатность такт и хорошие манеры ильхам гейдарович отличный результат к среднему возрасту поздравляю уважаемый ильхам гейдарович хотелось бы сердечно и искренне поздравить вас с юбилеем сегодня азербайджан надежный стратегический партнер российской федерации страна которая пользуется авторитетом уважением на международной арене возглавляет движение неприсоединения безусловно в этом качестве мы рады поздравить вас как президента и верховного главнокомандующего с этим юбилеем ваш жизненный путь показал целеустремленность успешность в реализации поставленных задач и сегодня народ азербайджана также как и очень многие в россии искренне хотели бы пожелать вам в день вашего юбилея крепкого здоровья благополучия счастья успехов и дальнейшего поступательного движения вперед мы рассчитываем что весь спектр российско-азербайджанских отношений в области политики экономики культуры военного военно-технического сотрудничества будет развиваться еще раз с юбилеем и всего самого доброго для меня большая честь иметь возможность говорить слова поздравлений в честь юбилея президента азербайджана многоуважаемого господина ильхама алиева знаете я сейчас нахожусь в телецентре останкина в москве городе где много лет назад ильхам гейдарыч учился заканчивал аспирантуру и а преподавал в одном из самых престижных на тот момент в советском союзе институте мгимо московский государственный институт международных отношений и конечно же и хам гейдарыч занимаясь а преподавательской деятельностью будучи и кандидатом исторических наук неоднократно рассказывал студентам о больших политических деятелях которые изменяли ход мировой истории и вот прошли годы и безо всяких сомнений сам ильхам алиев стал именно таким человеком который творит историю ведь например их его ярких политических поступков его грамотных международных решений пишутся новые страницы мировой истории которые будут изучать новые поколения студентов это надо быть очень сильным смелым и уверенным в себе человеком и конечно же умным чтобы вначале изучать историю а потом стать его неотъемлемой частью я от всей души хочу пожелать уважаемые и хам гейдарыч вам и вашей семье крепкого здоровья и исполнения ваших мечт ведь как вы уже неоднократно доказывали ваши мечты это мечты тех людей кто искренне любит азербайджан с юбилеем вас сегодня в эти юбилейные дни сердечно от всего сердца поздравляю нам гейдарыча с его днем рождения я хочу вспомнить о том что именно сюда здание государственного информационного агентства тасс и гейдарыч впервые пришел на встречу журналистами тогда еще в качестве председателя президента азербайджанского олимпийского комитета эта пресс-конференция и это хорошо помню запомнилась надолго всем тем кто принимал ее участие прежде всего потому что уже тогда в своем общении с прессой своих комментариях в своих ответах на вопросы нам гейдарыч был очень убедителен четок аргументирован и было очень интересно участвовать в этой пресс-конференции всем тем кто имел честь тогда с ним беседовать прошло время президент гейдарыч алиев уже новом качестве оказался в нашем здании на встрече с руководителями информационных агентств россии и вот я много раз разговариваю с моими коллегами это прошло уже ряд лет они говорят о том насколько интересна была эта встреча как много не узнали об азербайджане как глубоко они смогли постичь масштаб личности президента алиева и насколько им было важно все то что они услышали из первых уст от рима гейдарыч я думаю что наверное в азербайджане сегодня нет большего пропагандиста и патриота своей страны чем сам президент и это сильно здорово ильхам гейдарович всего самого доброго будьте здоровы будьте счастливы долгие долгие вам летом уважаемый ильхам гейдарович от имени союза журналистов россии и от всей души я поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем я вспоминаю город баку и наши встречи официальные и неофициальные наше общение очень важное для меня из которого я понял что не случайно журналисты азербайджана и многих соседних республик уважают вас как человека который твердо отстаивает интересы своей страны как патриота своей страны для политика 60 лет это только начало и я уверен что основные ваши свершения у вас еще впереди творчество вам удачи во всех делах и конечно мощнейшего иммунитета который всем нам сейчас так нужен я очень много раз бывал в баку обожаю этот город много раз записывал интервью с президентом ильхам малиевым но до сих пор помню первое на самом деле я наверное последний человек которому он дал визитку на которой было написано премьер-министр республики азербайджан был это в день когда он стал избранным президентом очень непростой день с балкона гостиницы обширон я помню то что я наблюдал на площади и помню реакцию эльхан гейдарович эльхан гейдаров аглы относился ко всему очень ответственно готовился к предстоящей работе но когда дело дошло до нашего с ним интервью а он отвлекся на него несмотря на все события он пошутил что у него нет шапки не осталось шапки со времен работы и учебы в москве а он понимал что как ответственный президент азербайджану он будет ответственно ездить в москву налаживая отношения но прошли всех этих лет что я могу сказать куплена шапка нет я не знаю но эльхан гейдарович много раз видели в москве мы знаем о замечательном стане российско-азербайджанских отношений ну и мы знаем о том как изменился азербайджан а это наверное самое главное надеюсь до скорой встречи в баку уважаемый господин президент дорогой эльхан гейдарович от всей души разрешите поздравить вас с этой прекрасной даты с вашим юбилеем с вашим днем рождения я не смогу сейчас перечислить все ваши заслуги все ваши достижения на поприще поста президента азербайджанской республики хочу лишь сказать что благодаря вам мы азербайджанцы всего мира с гордостью носим это звание гражданина азербайджанской республики я как народный артист азербайджана с гордостью путешествие по всему миру там нахожусь в берлине и вот скоро у меня спектакль я с гордостью всегда говорю о том что я из азербайджана и когда я вижу в афишах разных театров мира лондона нью-йорка парижа имя юсифа ивазов азербайджан в этом есть и ваша заслуга потому что вы сделали все для того чтобы мы граждане азербайджана носили это звание с высоко поднятой головой спасибо вам за это огромное спасибо вам за восстановление в территориальной целостности нашей страны за победу спасибо вам за то чтобы в такой рекордно короткий срок отстраиваете на горный карабан и превращаете его в райский уголок здоровья вам удачи чтобы все то что вы задумали сбылось а это обязательно так и будет а в нашем лице вы всегда будете им поддержку понимание и полностью мы все с вами спасибо уважаемый грамм гейдарович от всей души поздравляю вас с юбилеем бывая в азербайджане каждый раз восхищаюсь тем как преобразилась республика каким современным и ярким стал мой родной город баку делу колы это первая страна за пределами россии где компания начала нести бизнес спасибо за вашу поддержку и глубокую заинтересованность улучшение инвестиционного климата республики благодаря вашей мудрой политике и во имя процветания страны ее знают и уважают во всем мире сюда ежегодно стремятся тысячи туристов которые привлекают вековые традиции и культура азербайджанского народа деловое сообщество заинтересованным в увеличении своих инвестиций на территории вашей страны многоуважаемый грамм гейдарович в этот радостный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо народа азербайджана что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь